Рус сделал тебе предложение! У меня на руке есть кое-что прекрасное, золотое, симпатичное. Тебе охота плакать, и ты не понимаешь вообще, что происходит с этим миром. Ну, ты просто ничего не понимаешь, и не хочешь вникать ни в какие проблемы, вопросы, и тебе вообще на всё насрать. Почему это кольцо было подарено Русом? С какой целью? Для чего? Я уже жду не дождусь, когда мне исполнится восемнаха. Ну, прям там, ну, планируется пушка, и я надеюсь, что это произойдёт. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моём канале. Добро пожаловать! Сегодня я снимаю новое видео. Почему? Потому что я блогер, прикиньте. Как бы я давно не снимала вопрос-ответ. Вроде банальная рубрика, казалось бы, но не все подписчики могут получить ответы на все вопросы, потому что не на всё подряд я отвечаю в своём инстаграме. Вообще многие как бы не подписаны на него. Что за дела? Ник, вы сейчас видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь, ребята. Я в свой инстаграм выкладываю просто дофига всего, и вы обязаны быть подписанными, потому что там буквально через пару дней после выхода этого ролика стартует мой второй именной гиф, где я разыгрываю 12 айфоны, технику, кольцевые лампы, косметику, боксы от меня и много-много другого. И всё, что тебе нужно, это просто подписаться на мой инстаграм. Поэтому переходи, подписывайся, а сегодня я поболтаю с вами по душам. Мы ведь семья, мы огромная семья, я уже жду не дождусь, когда у меня на канале стукнет 3 миллиона подписчиков. И с этих пор я регулярно буду стараться выпускать разговорные видео, отвечать на ваши вопросы, потому что я скучаю, я вас люблю, и я хочу, чтобы вы задавали мне вопросы как можно чаще, и я общалась с вами, естественно, тоже чаще. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного, и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. Жмякайте на... правильно, колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Вопросов очень много, вы мне их, кстати, задавали в инстаграме. Многие подписчики сегодня попадут в мой ролик, у тебя тоже есть возможность, если ты подпишешься на мой инстаграм. Не буду медлить, ставим лайки. Это видео, где я отвечу на все ваши часто задаваемые вопросы. Погнали! Ну что, естественно, все вопросики вы писали мне в инстаграм. Я наделала дофига скриншотов с вашими вопросами, поэтому сейчас пройдёмся по порядку. Начнём с самого главного вопроса, ведь он является часто задаваемым по сей день, как бы банальный, но при этом я бы хотела обсудить с вами этот вопрос. Алина пишет, ты хочешь жить одна? Как бы не только Алина это пишет, этот вопрос капец какой частый у меня в инстаграме, во всех социальных сетях. Ребят, уже совсем скоро это произойдёт, вот я вам честно хочу сказать. Либо я буду жить со своим молодым человеком, либо после 18-летия, а мне 18 лет уже через полтора месяца. Ну, это я, блин, так говорю, что полтора месяца на самом деле ровно два, но я уже хочу, чтобы мой до рэпа скорее наступил, вот честно. Я уже жду не дождусь, когда мне исполнится восемнаха. У меня уже договорённость с родителями, что как бы я буду снимать квартиру. Ну и мой молодой человек сейчас настаивает на том, чтобы мы жили вместе, так как я недавно приезжала к нему в родной город, где у него были дела. Он не живёт в этом городе на постоянной основе, он живёт, где я, в Москве, но он уезжал туда на время. Я приехала к нему, так как дела задержались, мы очень кое-что крутое для вас сняли, скоро в интернете увидите, это будет вообще трэш. Ну и как бы там мы на протяжении 10 дней жили вместе, поэтому я уже начинаю потихонечку над этим думать, думать над самостоятельной от и до полностью жизнью. Ну, как бы есть моя собственная комната, я живу с семьёй, да, но я понимаю, что я уже выросла, что у меня уже совершенно другие взгляды, и что я считаю, я уже готова к самостоятельной жизни, вот прям полностью. Это точно. Следующий вопрос. Ты не думала сделать перерыв с гель-лаками? Ну, то есть с ногтями, с моей длиной, пишет Эвелина. Я думала над этим, и я делала перерыв, когда только-только объявили карантин в стране, я в этот момент 2 месяца не делала абсолютно ничего с ногтями, и они у меня отдохнули, прям пластина выросла, ногти уже себя чувствовали идеально, и я их укрепляла специальным лаком. Как бы сейчас я этого делать не могу, чисто и морально, и физически. Объясняю почему. Во-первых, у меня сейчас дофига мероприятий, дофига съёмок, фотосессий, встреч, дел, и как бы я человек, который всегда должен выглядеть симпатично, красиво, круто. Я девочка, в конце концов. И у меня всегда должны быть ухоженные ногти. Перерыв с гель-лаком. Тут именно так стоит вопрос. Гель-лак, ну, я от него, мне кажется, не откажусь больше никогда. То есть, если речь пойдёт о том, чтобы укоротить ногти, потому что пластины не выдерживает, да, я смогу походить временем с короткими, но длину я убирать пока не хочу. Отдыхать ногтям я тоже давать не хочу. Почему? Потому что, во-первых, мои ногти себя сейчас чувствуют превосходно, потому что, как бы, продолжение моего тела это как раз-таки длина моих ногтей. Я чувствую себя с такой длиной абсолютно идеально, комфортно. То есть, как бы, мне очень неуютно с короткими ногтями, потому что я уже привыкла именно к этой длине, и я всё делаю своей длиной. Я не представляю себя с короткими ногтями. Просто не представляю, и делать паузу пока не собираюсь. Скоро сделаю ногти ещё длиннее. Да, я безбашенный человек, может даже не писать об этом в комментариях. Следующий вопрос, точнее, не вопрос. Эта девочка, видимо, предложила мне идею, и все подписчики так пишут в последнее время. Страшные истории. Они заходят. Ребят, к чему я взяла этот а-ля вопрос? Ну, тут как бы вопрос не стоит, а просто понятно, что многие подписчики ожидают и очень хотят уже видеть на моём канале страшные истории. Я от них не ухожу ни в коем случае. Я продолжу их снимать, но они заходят не так, как заходит более развлекательный контент у меня на канале. Развлекательный контент мне снимать, конечно же, тяжелее, но эти съёмки доставляют мне больше удовольствия, нежели чем я сижу и рассказываю что-то на камеру. Вообще, каждые съёмки для меня это отдельное увлечение, для меня это удовольствие. Но я понимаю, что многие мои подписчики перестали смотреть страшные истории так часто, но остались и те, которые их по сей день ждут и смотрят их только от меня. Именно поэтому я запустила свою рубрику страшные истории у меня в TikTok аккаунте. Истории там коротенькие, но они очень интересные, насыщенные, поэтому я вам советую подписаться на мой TikTok аккаунт, ибо там я рассказываю очень много крутых, страшных историй, выкладываю очень много всего интересного, что даже не заливаю в Instagram. В TikTok я выкладываю видосы тогда, когда у меня даже плохое настроение, и вы видите, что я пропала в каких-то других социальных сетях. У вас есть возможность понять, как я себя сейчас чувствую, потому что в TikTok я очень часто что-то выкладываю. Поэтому подписывайтесь обязательно по ссылочке ниже в описании. Следующий вопрос, как познакомились с Русом и когда начали встречаться? Вот на этот вопрос, я думаю, мы ответим вместе, потому что я планирую снять с ним видос, где мы поболтаем с вами, возможно, расскажем историю нашего знакомства. Но мне так уже охота рассказать вам, как мы познаком... Хотя, знаете, вообще насрать, вот я прямо сейчас вам об этом расскажу. Как мы будем с ним снимать видос, расскажу еще раз, ну реально. Мы познакомились не самостоятельно друг с другом, ну как бы мы были знакомы, да. Друг друга знали по интернету, через кого-то, как-то, зачем-то, он следил за мной в социальных сетях. Ну и как бы я ему была симпатична, и он очень многим об этом говорил, и я от многих блогеров слышала, что как бы я ему симпатична. На концерте Кати Адушкиной, когда она меня позвала послушать ее новый альбом, по-моему, или... Нет, она отмечалась в день рождения, я вспомнила. Там был Рус, который проявил уже знаки внимания ко мне в этот день. Он назвал свое имя, предложил познакомиться и предложил уступить мне место, так как там мест было очень мало, там, ну, около сцены. Были стулья, где как бы сидел он, по-моему, его друзья, а я на каблуках, такая вся красивенькая. Он поворачивается, говорит, ты чего стоишь, такая грустная, садись, я встану, или садись, поболтаем, что-то такое было. Но я в этот момент восприняла это как-то не так, потому что они, по-моему, там с Катей какой-то совместный контент выкладывали. И я думаю, ну его нахрен. И как бы происходит так, что я просто говорю, нет, спасибо, отхожу, как бы я такой человек, который не особо любит, ну, вот это все, так, блин. Я как бы просто начала переживать и такая, нет, спасибо, я пошла. И просто отошла, общалась дальше там со своими друзьями и больше мы не сталкивались. И в этот день он, по-моему, сказал, я не скажу, что, но это капец. Это я вам расскажу уже в нашем совместном видео. В общем, потом прошел месяц, он мне писал, я не видела его сообщений, честно скажу. Он мне писал в директ, отвечал на истории, пытался познакомиться, но я не видела. А потом нас познакомил наш общий друг, потрясающий человек, которому я за это благодарна. Игорь Синяк. Игорь Синяк, привет, я тебя люблю, ты самый лучший человек на этом свете. Спасибо тебе. Так что такие вот дела, об этом поподробнее в нашем совместном видео или у меня в Инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Следующий вопрос, какие планы на 2021 год? Ну, так как 2021 год уже начался, у меня планы разнести все нахер. Во-первых, самая главная цель это похудеть минимум на 7 килограмм. И я это сделаю, сделаю ко своему дню рождения. Как раз таки у меня есть еще 2 месяца. Поработать, естественно, над своей фигурой, добиться 3 миллионов подписчиков у меня в ТикТоке, в Инстаграме и, естественно, на Ютьюбе. Ютьюб уже опередил по подписчикам, естественно, все мои другие социальные сети, поэтому я жду уже, когда стукнет такое круглое прекрасное миллионное число. 3 миллиона! 3 лимончика у меня на канале. Поэтому, если ты не подписан, подписывайся. Давай скорее добьем 3 ляма. Господи, ребят, знали бы вы просто, как я вас люблю, как я вас обожаю. И спасибо вам большое за то, что вы у меня есть. Планов у меня капец как много. Разнести социальные сети, набрать как можно больше подписчиков. Тут как бы цель не только на 3 миллиона стоит. И получится 10, я буду рада, если будет 10, честно вам говорю. Огромное количество планов по моему новому шоу-бутылочка. Постоянные съемки, хочу куда-нибудь улететь. Естественно, в целях чудесно отметить мой день рождения, который уже совсем скоро. И я его капец как жду. Вот, ну очень много целей, прям капец. Следующий вопрос. После какого класса ты ушла со школы? Банальный вопрос, но многие не знали на него ответ, что я ушла после 9. Сейчас я учусь на дистанционном обучении, в плане не через школу, а сама как бы обучаюсь, потому что это нужно и об этом забывать не стоит. Ко мне приходят репетиторы по математике, по русскому языку и, естественно, по типа журналистике. Там, где меня учат формулировать свои мысли нормально, общаться и быть раскрытой. Это не типа актерское мастерство, но что-то в этом роде. Об этом поподробнее с вами поговорим чуть позже. Я сдала экзамены на хорошие оценки, пятерок не было, были четверки, вот, так как я всегда знала все предметы не особо хорошо. Вот именно на четверки. Тройки были, да, их было много, и двойки были, естественно. Не потому что я плохо знаю предмет, а потому что я как бы думала о другом. И снимала видео на тот момент. Да, я и сейчас снимаю. Как бы просто уделяла и продолжаю уделять этому все свое свободное время. Вот, сдала экзамены и все. Закончила школу пока так. Поступать собираюсь, но пока не знаю куда. Ангелишка пишет. Была ли у тебя депрессия? Депрессия у меня была. Правда, я не знаю, как она проявляется у людей, у которых она происходит на постоянной основе, или длится там неделю, две, три. У меня была депрессия, но она как бы временная, когда просто ничего неохота делать. Ты смотришь в потолок, это, скорее всего, даже паническая атака. Когда тебе как будто... Ну, по-разному бывает депрессия. Это когда просто вот, ну, ты потерял интерес ко всему. Тебе охота плакать, и ты не понимаешь вообще, что происходит с этим миром. Ну, ты просто ничего не понимаешь и не хочешь вникать ни в какие проблемы, вопросы, и тебе вообще на все насрать. А панические атаки у меня тоже были. И продолжаются до сих пор, но не проявляются так сильно, как вообще, в принципе, это может быть. У меня начинается сильное сердцебиение, меня кидает то в жар, то в холод, и мне как будто бы нечем дышать. Вот так мне не хватает воздуха сразу же. Вот прям мне охота дышать глубоко и сильно, и часто. Потеют ладони, я себя сильно накручиваю, и за счет этого у меня чуть-чуть трясутся руки. И это происходит из-за непонятных мыслей. То есть, если я чувствую, что что-то не так, и что, блин, все идет не по плану, начинаю себя дальше накручивать, а вдруг это произойдет, а вдруг это случится. И все, и у меня начинается вообще трэш, как бы, и панические атаки у меня максимум по времени длились минут 10, не больше. Потом, как бы, я отвлекаюсь и просто сижу в таком спокойном настроении, но уже нету таких ужасных ощущений. Как бы, такого я, естественно, никому не пожелаю, это очень страшно. Но это из-за того, что у меня проблемы со сном были раньше, из-за того, что режим постоянно, то я могу лечь в 8 утра, проснуться в 3, то могу проснуться в 6, лечь в 11. Как бы, то у меня нормальный режим, то нет, и при этом я себя всегда чувствую хорошо. Никогда не было такого, что я там прям не выспалась и весь день вялая. Ну, естественно, если я полчаса за ночь посплю, то да, это херово, я сонная. А так нет, такого не было. Так что, можно считать, что да, у меня была депрессия. Мне кажется, это даже связано с моим возрастом и с моими мыслями, естественно. Следующий вопрос, как ты относишься к хейту в твою сторону? Ну, естественно, там дальше. Следующий вопрос, сейчас поржете. Почему такие убогие губы? Как бы, вопрос, как ты относишься к хейту и почему такие убогие губы? Если бы я чувствовала себя хотя бы чуть-чуть как-то неловко, я бы этот вопрос, наверное, даже не взяла. Но! Очень много оскорблений. Карина, капец ты жирная. Че у тебя за ужасные губы? Че за отвратительные ресницы? Ты ненормальная? Ты че, куришь электронные сигареты? Карина, ты че, материшься? Господи, да ты парней как перчатки меняешь. Удали хотя бы фотки с теми парнями. Что, собственно говоря, я и сразу сделала на люди, видимо, слепые. И очень-очень-очень много всяких оскорблений. Но я понимаю, что, господи, на этом свете столько людей, которых всю жизнь будет что-то не устраивать во мне. Это 100%. Даже если я сейчас буду самой крутой, самой красивой моделью, хейтеры и люди, которые меня будут ненавидеть всю жизнь, они останутся. Да, естественно. Как бы поэтому я читаю такие комментарии. И знаете, у меня уже как, ну, какая-то грань стоит, такая стена, что как бы я вообще мимо ушей, мимо глаз не замечаю подобные комментарии. То есть, если это надо, я обращу внимание, поржу или вовсе не буду как-то реагировать. Ну, как бы это как, ну, это как нос. Странный пример, но вы меня сейчас поймете. Вы понимаете, что наш мозг, он игнорирует нос, хотя глаза его видят. Вот попробуйте сейчас просто смотреть прямо и понять, что вы видите нос. Вот когда вы это понимаете, а вы его видите, но просто ваш мозг игнорирует. У меня так с комментариями, вот прям очень давно, поэтому мне насрать. Думаю, я ответила на вопрос, как я отношусь к хейту. Мне реально все равно. Но если хейт конструктивный, то есть, по факту, там мне объяснили, в чем проблема, я к такому прислушиваюсь. Как бы, когда пишут какую-то необоснованную херню, тут как бы нету даже желания заставлять мой мозг обращать на это внимание. Поняли? Короче, я ржу. Следующий вопрос. У вас уже был школьный выпускной? Выпускной был, да-да. Только я уже в этот момент тусила по клубам, ходила, развлекалась и общалась с блогерами на постоянной основе. За что мне завидовали просто все мои одноклассники, вся моя параллель, и меня дико там пытались принизить. Поэтому я со всеми была в отвратительных отношениях. И как бы, они отмечали выпускной, то ли в какой-то убогой кафешке, то ли в нашей младшей школе, где тупо, да, был алкоголь. Нет, даже алкоголь. Не, какой алкоголь? Не, вы чего? Ничего такого не было. Тупо музон, куда пришли учителя. Ну, короче, там был угар, и, естественно, когда у меня спросили, Карин, ты пойдешь на выпускной, я сказала, вы что, ржете надо мной? Так что мой выпускной прошел с девочками, не моими одноклассницами, в нормальном ресторане, где мы просто посидели, поболтали и все. Но я так рада, что я больше не общаюсь со своими прошлыми одноклассниками. Как же я их ненавидела, знали бы вы просто. Потому что люди, которые, ну, чисто лицемеры, по-другому никак не назвать. Следующий вопросик. Рус сделал тебе предложение. Вот тут как раз таки, ребятки, я не знаю даже, что вам сказать, потому что это секрет. Я не хочу пока что говорить на эту тему ничего, но у меня на руке есть кое-что прекрасное, золотое, симпатичное, что я ношу в данный момент на постоянной основе. И я улыбаюсь. В общем, я не знаю, этот вопрос просто настолько часто задаваемый, что я просто не могла не взять его в этот ролик. Как бы у нас с Русом все хорошо. Мне скоро 18 лет. Я еще не совершеннолетняя, хочу вам об этом напомнить. Вот. И с Русом я себя сейчас чувствую максимально комфортно. Человек, перед которым я раскрылась тоже полностью. Человек, с которым мне хорошо. И я рада, что вы следите за моей жизнью. Вы видите, как я меняюсь. Как меняются мои взгляды на что-то. Как меняется моя жизнь. Спасибо вам за это большое. Я понимаю, что вы заботитесь, что вы интересуетесь, что вам интересно как там что. Но, ребят, я рассказываю и делюсь с вами только тем, чем считаю нужным. И ни в коем случае не могу сказать, что большинство из моей жизни моментов вы не знаете. Нет, ребят, вы знаете практически все о моей жизни. Что происходит, где я живу, как, что, как я выросла, через что я прошла. Но всему свое время вот так я хочу ответить на этот вопрос. Да, я просто хотела поделиться с вами, что у меня есть такое прекрасное колечко. Почему это кольцо было подарено Русам, с какой целью, для чего, как и было ли оно вообще им подарено. Об этом мы с вами поговорим чуть позже. Но я сейчас счастливая. Вот что я хочу вам сказать. Следующий вопрос. Были серьезные ссоры с родителями? Естественно, у меня были очень сильные ссоры с родителями на тот момент, когда у меня был самый переломный и страшный момент в жизни. Когда я потеряла себя. Когда у меня каждый день были истерики. Когда я очень сильно набрала в килограммах. Я весила 64 килограмма. Чтобы вы понимали, сейчас я вешу 59. И как бы прибавьте мне сейчас еще 6 килограмм. Но это с ума сойти можно было. Я вообще практически не снимала видео. Я плакала. Я от истерики разбила свой телефон об стену. И в этот момент как бы у меня были такие переломные срывы, что родители уже просто, ну, чуть ли не выдерживали. Они кричали на меня. Ну, не кричали, а пытались что-то объяснить. Я на них кричала, они кричали на меня. И я уехала к бабушке. Я жила у нее неделю. Не выкладывала практически ничего в сторис. Потеряла себя. Была жутко закомплексована. И потом, спустя время, я как бы поняла, из-за чего это происходило. К сожалению, вот этот момент я вам рассказать не смогу. Буквально через месяц, когда я уже более-менее начала приходить в порядок, я нашла Руса. Точнее, Рус меня нашел. Мы нашли друг друга. Давайте так. И этот человек меня мотивирует по сей день двигаться вперед. Этот человек мне поднимает настроение каждый день. И этот человек на данный момент является моим самым близким. Естественно, не считая семьи. Следующий вопрос. Карина, как тебя сначала хотели назвать родители? На этот вопрос я отвечала, но отвечу еще раз. Может быть, кто-то не смотрел видос мой старый вопрос-ответ. Меня хотели и думали назвать между Дашей, Мариной, Кристиной. Ну и Кариной, естественно. Представьте, если бы меня сейчас звали Дашей или Мариной. Вот посмотрите на меня. Нет, Марина мне бы, наверное, подошло имя. Вот я сейчас на себя смотрю, и я понимаю, что Марина очень красивое имя. Оно мне прям подходит. Кристина. Кристина мне вот это имя нравилось, наверное, лет до 15. Ну, в плане, я бы хотела, чтобы меня звали Кристиной. Ну, вот на тот момент. Сейчас я приняла свое имя, как бы все имена, они по-своему особенные. Каждому человеку либо подходит имя, либо не подходит. Вы не представляете, как я горжусь своим именем, как я горжусь своей фамилией. И как я рада, что меня назвали и выбрали назвать именно Кариной. Но я не представляю себя, например, с именем Даша. Короче, капец, я в шоке. Но меня назвали Кариной, и это круто. Предпоследний вопрос. Нравится сейчас твоя фигура, сколько весишь? Как я уже сказала, сейчас я вешу 59 килограмм. Когда я ездила к Русу в Калининград, мы там проводили время вместе, снимали кое-что для вас, как я сказала, жили вместе. Я сорвалась с диеты, но в этот момент я прям каждый день укладывала свое правильное питание. Я похудела до 57 килограмм, как бы оставалось совсем чуть-чуть. Но произошло так, что я как бы из-за того, что я переехала из Москвы на долгое время, там были какие-то непонятки, переживания. Я просто срывалась, еще в нашей квартире не было весов. Я просто кушала, что хотела, не в больших количествах, поняла, что резко набрала. Но набрала немного, 2 килограмма, как бы сейчас я стараюсь обратно вернуть себя к прошлой форме. Ничего такого серьезного не произошло. Просто сейчас я вернусь к 57 килограммам и продолжу высказывать и рассказывать вам все в своем инстаграме. Ник, кстати, вы сейчас видите на своих экранах, подписывайтесь. Ну и последний вопрос на сегодня. Да, ребятки, я придумала, но это, естественно, пока что в моих мыслях. 14 марта, ребят, это воскресенье. С субботы на воскресенье 0000 я хочу отметить в клубе. Да. А потом сам день, это вот 14 марта, я отмечу под вечер в загородном доме с огромным количеством моих друзей. Ну, прям там, ну, планируется пушка. И я надеюсь, что это произойдет. Я надеюсь, что я круто отмечу день рождения. И надеюсь, что все будет классно. Вот. В подробностях о том, как я отмечу Дорет, тоже я расскажу в своем инстаграме. Так что, ребятки, я надеюсь, я ответила на большое количество вопросов. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до самого конца. Получилось очень круто. Я ответила на то, на что хотела. Сейчас продолжу выкладывать ответики на вопросики. У меня в инстаграме там тоже просто капец, как много всего я там рассказала про свои бывшие отношения. Почему я свожу татуировку, которую мне набил мой бывший парень. С какой целью я это делаю, почему я на это решилась. И вообще, а нахер я хотела, чтобы она была вообще на моем теле. Как бы очень много моментов, о которых я вам рассказывала в инсте. Поэтому подписывайтесь. Ну, а с вами была Карина Аркелян. Всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!